Все, лучок немножко обжарился. Теперь я добавляю туда фарш и обжарим это с фаршем. День следующий. Как вы думаете, куда я направляюсь? А я вам не говорила. Иду на стрижку. Хочу подстрижься. Я одеваюсь и смотрю. О, какая я красивая! Неужели это я? Да. Ой, ты молодец. Если вы купите, может, такого же, такой же прям салфетку, Рапунстер, и понюхайте ее. Она будет очень вкусная запаха. А потом еще что-нибудь посмотрим. Чего ты смеешься? Что смешно? Ну, расскажи, я тоже хочу посмеяться. Доброе утречко, девочки мои. Пять часов утра. Петух кукарекает. Сейчас стала расцветать попозже. Я уже с четырех не сплю. О, какое небо! Облака. Ну, жарко не будет. Хотя уже 25 градусов. В пять утра 25 градусов на улице. Тишина. Птички поют. Я уже монтирую видео. Сижу. Еще раз всем доброго утречка, девочки мои. Закончила я монтировать видео. Вообще, кто рано встает, тому Бог дает. Как говорится, я проснулась в четыре часа. А вчера, правда, уснула. Десять. Рано. Выспалась нормально все. И уже вот по прохладе успела видео смонтировать. Открыла дверь окно и такой легкий сквознячок. Давно не было этого сквознячка. Я прям кайфую. Такой, знаете, свежий воздух обдувает. Класс. Не хочу, девочки, не хочу борща, ни супа какого-нибудь. Уже думала, борщ там, солянка, еще что-нибудь, окрошка. Но как-то вот не хочется. Люблю я все-таки вот эти вот баклажаны с кабачками, с овощами и с мясом, с фаршем. У меня сейчас есть фарш индюшины. Есть все овощи. Я уже закупила вчера. Но готовить вчера у меня не было силы. В общем, сейчас я с утречка на свежей силы решила приготовить. И кто еще не готовил это блюдо со мной, ну, присоединяйтесь. Кстати говоря, помимо того, что это блюдо вкусное, оно же еще и диетическое. Оно также относится к раздельному питанию. Никаких там нет углеводов. Чисто мясо и овощи. И это блюдо я с удовольствием могу поесть на обед, могу на ужин поесть. В общем, когда угодно. Я уже помыла все овощи. В общем, приготовила фарш. И сейчас уже начну нарезать. И все это закидывать в мультиварку. Ну, присоединяйтесь. В общем, включила я мультиварку. Немножечко туда растительного масла добавим. Пока разогревается чаша у нас. Так. У меня есть фарш индюшины. Это я покупала в магазине. Обычно, когда я делаю свой фарш, я в него уже сразу перемалываю лук. Но здесь лука нет. Поэтому просто я его порежу. Меленько. Немножко обжарю и добавлю туда фарш. И на режим жарка на 10 минут поставим. Очень люблю я вот это, конечно, блюдо. Все-таки оно диетическое. Я его придумала сама. Ну, то есть, исходное было МСХ, которое готовила у меня бабушка, мама. Но там обжаривается фарш отдельно. Обжариваются кружочки, баклажаны. Кабачки туда не добавляются. Просто, когда все это обжаривается, уже получается много, слишком масла. Тем более, баклажаны, они в себя разбирают. И потом вот это все перекладывается слоями. Немножко водички тушится. Ну, и также помидор, болгарский перец и зелень. Но в итоге просто получается блюдо жирноватое. При том, что я уже сама и в икру, тогда когда делаю кабачковую, либо баклажанную кру, я туда всегда добавляю кабачки. Они придают, добавляют туда нежности немножко. Сами баклажаны, сами по себе, они немножко такой, знаете, грубоватый вкус имеют. Так, пока это у меня будет все жариться, значит, я взяла 2 болгарских перца, 3 небольших помидорчика. Ну, пока взяла 1 кабачок, такой вроде немаленький, и 3 баклажана. Можно взять пополам, можно 1 баклажана. Ну, одни кабачки будут все-таки, мне кажется, слишком не хватать, знаете, вот вкус. Баклажаны все-таки дают какой-то свой такой классный, такой классный свой вкус. В общем, я, так как нам иссыхает, а все вообще кружочками режется, поэтому я это просто делаю такими, знаете, крупными кубиками. Ну, вот кабачок средний, да, пополам и еще раз пополам. И вот такие вот кубики делаю. Слишком мелко если порезать, ну, будет как каша, не очень интересно. Когда кусочками там, ну, поинтереснее. Так, ручок у нас начинает обжариваться. Сейчас я его помешаю. Чуть-чуть. Чуть-чуть его обжарю и добавлю туда фарш. Так, сейчас немножко еще. Оскажается. Так, это уже будем подготавливать теперь. Ну, в общем, я дальше все в том же духе и порезу. Вот люблю я, когда, знаете, свежий воздух немножко. Я маленькую щелочку сделала в дверях. И все равно я чувствую легкое такое дуновение. Здесь дверь совсем закрыта, нету сквознячка. Ну, так неинтересно, немножко душновато. И, кстати, летом готовить в мультиварке это самое то. Ну, мало того, что здесь тушится все-таки лучше. Не выпаряется, как в обычной кастрюле. И можно это все не наблюдать. Просто само выключится и все. Так, сейчас я вот это все нарежу в одну миску. Баклажаны, девочки, вот сейчас посмотрим. Когда, вот здесь вот уже появляются семена, но они еще пока не такие крупные. Их можно, в принципе, либо вырезать, если они кому не нравятся. Горечи еще не дают вот эти баклажаны. Ну, вырезать я их не буду. Горечи они не дают. Но если баклажаны дают горечь, то тогда можно их просто порезать, под соленой воде подержать. Они немножко горечь туда выпустят. Все, лучок немножко обжарился. Теперь я добавляю туда фарш и обжарим это с фаршем. Фарша здесь где-то 600 грамм примерно. Ну, смотрите, как вам нравится. Больше, меньше. Так, периодически будет помешивать. Все это нарежу я сейчас кубиками. И когда режим жарко закончится, когда фарши закроется, то тогда можно будет добавить все туда. Примерно полстаканчика воды. Можно стаканчик воды. Кто побольше, пожиже, кто не очень. И режим тушения на час поставить и все. Все, у меня уже режим тушения я включила только что. Добавила туда полстаканчика водички и нарезала все овощи. Я их все сейчас сюда отправляю. Все, оно все усядется потом во время, в процессе приготовления. Солю я где-то через полчаса. Лаврушку можно кинуть лавровый листик. Ну и зелень в конце уже. Все, закрываем крышкой и ждем. Занимаемся своими делами. Приготовлю пока зелень. Закончилось мое приготовление. Вот так вот. Ух ты! Вот так вот выглядит. Еще немножечко доходит. И все, пускай настоится. К обеду будет то, что нужно. Ну а сейчас у меня на завтрак, как всегда, овсянка, кофе. И пойду включу пока телевизор. Уже успела полики помыть. Пришло время пообедать. Девочки, уже настоялся мой соус. Вот такая вкусняшечка. И с отрубным кусочком хлеба. Вот то, что нужно. Для диеты тоже подойдет. Всем доброе утро, девочки мои. День следующий. Как вы думаете, куда я направляюсь? А я вам не говорила. Иду на стрижку. Хочу подстричься. Уже мне жарко стало летом. Приходится стричься чуть-чуть чаще, чем зимой. Вот так что отправляемся на стрижку. Делать буду то же самое. Нового ничего делать не буду пока что. Сейчас приходится закалываться. Голову не мыла. Они там моют голову. Один раз мне помыли. Я пришла, говорю, я голову помыла. Она, ну все равно садись. Я села, смотрю, она опять шампунь на меня поливает. Я же говорю, голову помыла. Ой, я забыла. Но это у нас входит. Так что все равно. Мыло голову, не мыло, все равно помою. Люблю, когда автобус с кондиционером. Прохладненько тут за нависочки. Ну что, вот мы и приехали. Времечко еще есть немножечко. Ну потихонечку зайдем. Там уже работает сплит. Там прохладненько. А на улице жара поднимается. Уже сегодня 33, 34. 33, по-моему, будет днем. Сейчас уже около 39. Ну вот и все, девочки мои. Я подстриглась. Освежилась, так сказать. Все, сзади подобрали лишнее. Челочка проведили. Так-то длину особо не трогали. Ну, дышать легче становится, знаете. Сильно не стали укорачивать. Хорошо. Нормально. Солнце поднялось. Сейчас в тени еще терпимо, нормально. Но солнце прям сразу течет. Я решила пройтись, прогуляться. В общем, вот так вот. Вот так вот. Вот такая прическа у меня. Прогуляться надо кое-какие дела поделать поблизости. Все, девочки, пришла я домой. Зашла, купила фрукты. У меня сегодня вечером будет Настя после садика. Ну, сливы по 200 рублей. Ну, такие прямо мягенькие, хорошие, крупные. Персики разные всякие. Нектарины есть. Но я выбрала такие самые мясистые. Взяла 2 штуки по 250 рублей. Взяла себе кусочек сала маленький. Я давно уже, 100 лет не ела сала. Прям хочется. И взяла, девочки, арбуз. Это самый маленький арбуз, который я выбрала. Но он на самом деле такой большой. В общем, возле дома по 35 рублей килограмм. А вот подальше я видела 280, но тащить издалека не могу. Тяжелые арбузы. Так что вот такой. Ну, овальный вроде бы неплохой сорт, мне кажется. Да? Но вечером мы с Настей его... А может быть, я раньше его открою. Ну, посмотрим. Вот как сзади, девочки, выглядит стрижка. Вот тут она подобрала мне все. Теперь сзади дышит все. А с боков сильно не убирали. Чуть-чуть с боков. И, в общем, немножко челочку. Вот так. Все. Так что теперь мне легче дышать стало. Поела я сало, такое вкусное. Жалко, что мало взяла. Может быть, возьму еще чуть-чуть вечером. Если там оно еще будет. Когда пойду за Настей. Сейчас пока под сплетом немножко отдохну. Девочки, вышла я иду за Настей в садик. Решила выгулять вот этот сарафанчик. А то, думаю, с бретельками, да с бретельками. Конечно, с бретельками это и удобно, и комфортно все дышать. Но лето ж подходит к концу. Надо ж выгулять еще какие-то вещички. В общем, о делах. В том, конечно, сарафанчик комфортнее всего. Ну, уж до садика пройдусь я и в этом. Он такой трикотажный, удлинененький, с разрезами по бокам. Но я вам показывала его. Такой интересной расцветочки, неплохой, да? Ну, новая стрижка, в общем, новый сарафан. В общем, я решила вырядиться чуть-чуть. Приодеться. Стрижка будет лучше выглядеть, как всегда. После первой помывки, когда я уже переуложу волосы по-своему, и тогда будет лучше. Так, все. Я сейчас пройдусь чуть-чуть по-быстренькому. Стрижка, смотрите, какие у меня мама косички наплела. Забрала Настя. Какая у нее прическа красивая. Мама, говорит, наплела косички ее, да? Нет, смотрите. А покажи сандалики. Вообще, у тебя костюмчик такой розовый. И сандалики там с этими, да? О, моргают. В общем, на стиле, да, Настя? И смотрите, какие они у меня, они разноцветные. У меня даже волосы не на гаражные, а с этими ниточками. Разноцветные, красивые, да. Все. Я даже на море не была. Ты мотная принастили. Класс. Если меня смотрят мои друзья, с которыми я успела познакомиться, тогда поставьте лайки. А я пока расскажу всем другим ребятам, какая сегодня была история. Давай. Вот, сегодня мы сидели на стульчиках. После ста мы сидели на стульчиках. И наша воспитательница, она поставила телефон туда. И я вот так сидела смирно, ничего не говорила, потому что нам сказали, чтобы мы сидели тихо. А одна девочка подошла, попикала там кнопки в чужом телефоне. Ай-яй-яй. И еще. И что ей сказали? Что-нибудь? Да, ее наказали. И сказали, о, зачем ты мой телефон трогала? У чьей-то воспитательница телефон был, да? Это не мне. Чей у вас телефон был? Воспитательница телефон. Девочка трогала. Понятно. Сегодня погода не такая уж и жаркая была. Сегодня погода такая уж, как и вчера и позавчера. Просто я, видишь, сарафанчик одела чуть другой. И тот был более открытый на веревочках. В нем было попрокладнее немножко. А вот там все-таки мне жарковато. Ну, я решила, видишь, одну очку одеть. Тоже я немножко модница, да? Тоже бабушка чуть-чуть. А, кстати, вы не заметили, что я в моем костюме, который мне бабушка прислала? Нравится? Да. Ей вообще на стиле. Вот этот костюм с этими сандаликами, вот этими веревочками. Прям такая вся стильная девочка. И модненькая. Да, и модненькая. И мама как раз себе заплела в косички вот такие разноцветные веревочки. Просто, просто в тему. Да? Да, и я сама такая, я сама такая одеваю майку, штаны такая. Одеваю, там у нас же все зеркало, которое по ходу стоит. И я одеваюсь и смотрю, ааа, какая красивая. Неужели это я? Да. Ай, ты молодец. У меня уже двора. Я даже на тренировку с такими косичками ходила. Мне вот так двумку завязывали с этими косичками. Ну да, вот эти косички, они как раз долго держатся. Как раз они долго держатся. Да, ты смотри. Откуда ты знаешь, что они долго держатся? Ты же сказала, что мама еще вчера вечером заплела. Сегодня мама же рано на работу ушла, да? Вот. Так ты с ними целый день проходила. Еще на тихом часу поспала, да? Да. Это что с такой машиной? И ездят, и ездят. А я арбузик купила. Хочешь арбуз? О, да. О, да. А он сладкий? Я его еще не резала. Сегодня купила. Думаю, разрежем вместе. А я подумала, тот арбузик, который ты мне прошел раз. То есть свеженький сегодня купила. Давай сейчас зайдем в магазинчик, купим хлеба и домой пойдем арбуз кушать, да? Да. Присели мы на лавочке отдохнуть. Купила я Насте салфетки пятерочки. Покажи, какие. Ну, я посмотрела обложку. Нет, сначала обложку покажи. Салфетки, они-то все белые. Но тут нарисована принцесса. Думаю, ну как раз вот ей прямо к ее прикиду. Так они пахнут, между прочим, классно, да? Такими вот, какими-то детскими духами, я думаю. Да, но здесь какие-то духами не обложили. Запах прям вкусный. Здесь, что вы не можете понюхать. Это продается, вы знаете, где? Вот проходите. Пятерочки. Да. Пятерочки. Вдруг, если вы зайдете в любую пятерочку, вдруг там тоже такие салфетки появятся. Если вы купите, может, такого же, такой же прям салфетку, Рапунстер, и понюхайте ее, она будет очень вкусного запаха. Офигенная. Офигенного запаха. Просто. Ой, ну все, прорекламировала салфеточки. Ну, салфетки, правда, пахнут. Они, знаете, мне кажется, какими-то карамельками, какими-то вкусами. Или, может быть, какие-то детские духи. Такой сладковатый запах, приятный. Вот. Так что, ну, Настя попросила, я посмотрела на картинку, думаю, надо купить. Да, пусть будет у Настя. Почему ты, говорит, мне раньше детские не покупала? Говорю, да потому что я как бы специально не искала детские. Да? Просто какие были у меня, такие вот и дала. Ну, теперь у тебя все. Такие салфеточки. Достань одну салфеточку, давай мы ручки с тобой вытрем. Это какая-то новая новиночка. Сейчас посмотрим, как у нас руки будут пахнуть. Будут пахнуть у меня. Сели на лавочку отдохнуть, получается, реклама салфеток. Ну, Настя учится, да, на блогера. Скоро будет реклама. Не реклама, а блогера. Ну, это ты же называется рекламируешь. Вытирай бабушке ручку, давай. Вытывай ручку, я понюхаю. Еще можешь вот его чуть-чуть. Пахнет. Ну, такой легкий запах. Такой сладковатый, да. Приятненький такой. Да, пахнет. Да, приятный запах. Классно. Как прахнет. Ну, все, хватит уже рекламу давать, да? Все. Ой, здесь так хорошо ветерочком обдувает. Чистые ручки, чистые. Вот салфетка вот в обрезке, она белая такая. Все. Какие мне грязные руки были, посмотрите. Все. Сейчас ветерочек чуть-чуть на нас подует, немножко обдует нас. Мы пойдем кушать арбуз. И мы вам покажем, какой свеженький у нас арбузик поедет. Свеженький, еще целенький. Я не резала без тебя. Сейчас мы с тобой разрежем его. Ты не ела без меня? Не ела без тебя, да. Ждала, пока ты придешь. Увидишь, он целый. Так, ну что, посмотрим, что за арбуз. Арбузище. Такой он продолговатый и очень высокий. Вот такой высокий арбуз мне в холодильник не войдет, Настя. Нам нужно пол арбуза съесть. Съедим, скажи. Да, съедим. О, красненький. Так, я, наверное, его прямо вот так вот сейчас раз режу. Ой, какой бытый кусочек. Да, надо нанести для него другую миску. Что-то он тут у меня неустойчиво стоит, потому что он продолговатый. О, какой, о, какой красивый. Все, сейчас мы его порежем и по тарелочкам разложим, да? Так. Всем понесли, сколько? А я его вот так вот сейчас раз. Как-то так. Не знаю, так никогда не резала раньше. Ну, сейчас порежу. Как тортик лезу. Как тортик, да. О, какой. О, какой. О, какой. О, какой. Сейчас. И теперь тоже большие кусочки. Это черные. Беремешу, положу сейчас. Так. Ну, сколько съедим, столько съедим, да? О. Что-то я как-то странно режу арбуз, честно говоря. Так, надо еще как-то вот так его, наверное, чтобы было его кусать удобно. В общем, разберемся. Нет, ты мне как бы два сюда положил. Настя, ручки, ручки аккуратно. Я тебе вложу и себе вложу. Сейчас мы там с тобой сейчас сядем за столом. Неси одну тарелку. Это что, Берем? Да, пожалуйста. Сядем, включим телевизор сейчас, включим продолжение Буратино. Мы смотрели приключения Буратино. Ты уже показываешь. Последняя серия нам осталось досмотреть. Включим, будем смотреть. Так, есть арбуз, наслаждаться. Ура! Арбуза от пуза. Арбуза от пуза, да? Ну что? Ой, арбузеньки, арбузеньки. Вкусненькие, да? Ой, ням-нямочки, не знаю, за что браться вперед, да? Можешь вот этот пока положить. Я там тебе пополам разрезала, а тут не резала пополам. Поэтому можно тебе разломить, получится разломить или нет? Ну и ешь вот, ничего. Специально Настю переодели, да, Настюля, чтобы не запачкала красивую свою одежду, костюмчик. Вот. Пока мы тут... Можно встали пачкать? Дома в домашнюю. Ну это можно пачкать, потому что ты останешься здесь, я постираю все. А домой пойдешь в чистом. Вот. А я думаю, я же на себя капаю, я думаю, ой, я на себя накапала. Любишь арбуз? Да. Мне папа уже покупал, и ты уже покупал. Ну классно, теперь ты наешься. Там еще есть у нас макароны, сосиски, и еще есть другие фрукты. Ну это попозже, если захочешь. В общем, кушать, если захочешь, я тебя накормлю попозже, да? Ну все. Сейчас включаем Буратино. И будем смотреть Буратино, да? А потом еще что-нибудь посмотрим. Чего ты смеешься? Чего смешно? Ну расскажи, я тоже хочу посмеяться. Я живу вот это вот, чекам не наполнен, я такая... Ну все, сейчас включу телек. Досмотрели Буратино, а теперь мы включили новогодние приключения Маши и Вити. Ну вернее, мы не включили, он сам включился, но мы решили оставить, да? Фильм хороший, Настя его смотрела, она его помнит. Я помню. Ну посмотрим, скоро родители уже приедут за тобой. Ну что, мы с вами, мы с вами уже начинаем прощаться. Всем пока-пока, раз, два, три, лето горит! Ну что, всем пока-пока! Все, Настюля сейчас будет переодеваться и уже скоро за ней придут, да, Настюля? Поставляйте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на кнопочку! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok